ВООБЩЕ ВСЕКЛА ВООБЩЕ ВСЕКЛА ВООБЩЕ ВСЕКЛА ВООБЩЕ ВСЕКЛА ВООБЩЕ ВСЕКЛА 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 что она на тот момент, когда он начинает этот проект, еще не оформилась в качестве самостоятельной дисциплины. Согласно КАПу, человек встречает в технике самого себя в той мере, в какой техника является органопроекцией. Это термин, это понятие, которое КАП вводит впервые, своего рода неологизм, и в дальнейшем, если вы внимательно читали, например, работы Павла Александровича Флоренского, он будет использоваться достаточно активно в его философских построениях. И надо сказать, что вот это само понятие органопроекции и, естественно, в немецкой традиции, в немецкой философии техники тоже получило довольно серьезное развитие именно в рамках философской антропологии. Надо здесь вспомнить Арнольда Геллена, который в значительной степени опирается на КАПа. Также КАПу адресуется в более раннее время Освальд Шпенгер в своей работе «Человек и техника». И, конечно, Макс Шеллера, о котором мы сегодня будем говорить, тоже ссылается на КАПу, потому что для его времени это было фундаментальное исследование, одно из немногих по этому предмету. Что такое проекция или органопроекция? В этой самой проекции человек как бы совершает набрасывание своего внутреннего во внешнее. Он ориентируется прежде всего на свои органы, руки, ноги, зубы, где некоторые функции, присущие этим органам, объективируются во внешнем мире через производство, через моделирование и производство некоторых инструментов, так и инструментальных предметов. Например, молоток служит своего рода воспроизведением, проекцией или продолжением руки, которая завершается кулаком, сжатыми пальцами. Насос или помпа уподобляется насосу сердечной мышцы. Некоторая конструкция дома, несущая конструкция архитектурного сооружения уподобляется костям. Нервная система служит моделью для создания телеграфной сети и так далее и тому подобное. Когда Кап пишет это свое сочинение, в европейской науке получает развитие, как мы прекрасно понимаем, эволюционная теория Дарвин и его последователей. И можно сказать, что Кап пытается сделать что-то вроде теории исторического возникновения культуры на базе эволюционной гипотезы. Однако ключевым моментом в этой концепции у него становится техника, как нечто ремесленное. Вообще, если брать этимологию немецкого слова «ремесло», «хандверк», то это некоторое дело руки. И если мы захотим поиграть с некоторыми параллелями между такими понятиями, как «хандверк» и «антворд», мы можем сказать, что инструмент есть нечто похожее на ответ. Как человек отвечает на звучащее в отношении к нему слово, так и «хомофабер», человек творческий, отвечает на мир, на вызов со стороны мира с помощью фабрикации инструментов и вытекающей отсюда технической деятельности. Вот я бы хотел, излагая вот так вот пунктирно капа, сразу зафиксировать очень важный для нашей постановки вопрос в рамках всего курса и это вот этот момент некоторый вопрос-ответной структуре, которая раскрывается в взаимоотношении человека и мира, и на которую мы с вами будем обращать все больше и больше внимания, по мере того, как мы станем продвигаться по различным философским персоналиям именно в таком феноменологическо-герменевтическом направлении. Итак, мы фиксируем, что инструментальная, ремесленная техника может рассматриваться как ответ, один из первых фундаментальных, экзистенциальных, если хотите, ответов человека на вызов мира, и тем самым мы действительно можем рассматривать вообще философию техники как своего рода приближение к истории, возникновению культуры, а раз так, то отсюда легко сделать и шаг в сторону новой европейской техники, так называемой современной техники, модерна техник по-немецки, и увидеть ее связь с европейской культурой. Еще раз скажу, что для Каппа в основе, во главе угла находится именно ремесленная техника, однако то явление, тот феномен, о котором я приглашаю вас вместе рассуждать, говорить, для меня в большей степени связан с современной техникой или с техникой индустриального, позднеиндустриального общества. Мы сейчас все-таки берем в скобки новейшее развитие технологий. Да, я фокусируюсь прежде всего на машинной технике, однако это для нас будет просто служить некоторой площадкой, некоторым фундаментом для того, чтобы выстраивать потом рассуждения и относительно различных социокультурных систем, каковыми являются в том числе социальные сети. Но совершенно понятно, что все авторы, которых я перечисляю в своем курсе, говорят о современной технике именно прежде всего в смысле машинной инструментальной техники. В чем особого рода новизна, которая просматривается всех рефлексий о технике, вот начиная с Макса Шеллера, продолжая, Хайдеггером, Гусерлем, Эрнстом и Фридрихом Георгом Юнгерами, Шпенглером, Ясперсом, у всех авторов, крупных авторов XX века, включая Ханса Йонаса, Ханса Блюменберга, Юргена Хабермаса техники, посвящено немало страниц в произведениях, лекционных курсах. Так что это можно вообще считать мейнстримом немецкой философии XX века, хотя далеко не у всех авторов, из тех, которых я перечислил. Это рефлексия техники, оформленная именно как философия технического знания, или философия техники, философия технических наук. Здесь имеет место определенный разрыв, который мы, по возможности, будем заполнять. Они себя не понимали как специалисты или профессиональные исследователи в этой области. Как правило, рефлексия техники включена у них либо в философскую антропологию, либо в критику культуры, либо в критику идеологии, как у Хабермаса. Поэтому мы в том числе будем и вычленять интересный для нас предмет, сюжет из вот этих многообразных исследовательских стратегий, полей исследования, в которых всегда техника встречается. Так вот, в критике культуры, в критике техники немецкой философии XX века имеется в виду прежде всего технология как серьезная угроза для экзистенции единичного человека. Вот в работе Фридриха Георга Юнгера «Совершенство техники» она переведена на русский язык в 2003 году. Кому интересно, тот может найти. Этот замечательный труд говорится о технике как о раскованной технике, по аналогии с мифической фигурой раскованного Прометея. Все-таки Прометей – это титан, который в истории европейской культуры символизирует технику. Это мы тоже не должны выпускать из вида. И вот эта самая раскованная техника приводит в конце концов к формированию, появлению такого культурного феномена, как одномерное человечество или одномерный человек, говоря языком Маркузы. Человек, который находится под влиянием и под контролем идеологии, а идеологии, в свою очередь, накладывают табу на вопрос об условиях и границах техники. Вот это второй, скажем так, ключевой момент, который будет сопровождать все мои рассуждения в рамках этого курса. Первый момент мы уже с вами обозначили, что техника – это ответ на вызов со стороны мира, экзистенциальный ответ. С другой стороны, мы констатируем вместе с критиками культуры, критиками техники, что современная разнузданная или раскованная техника приводит к формированию одномерного человека. И этот человек в силу своей идеологической нагруженности исключает возможность вопроса об условиях и границах техники, в то время как задача философии – это задача по постановке вопросов, или, как говорит Хайдеггер, это работа по благочестивому вопрошанию, благочестивое вопрошание – ключевое понятие вообще в хайдеггеровском понимании философии. И поэтому, когда мы ставим вопрос о технике, вопрос феноменологический, герменевтический, мы с вами рассуждаем именно о возникновении, возможностях и границах техники, поскольку технические категории – это то, что определяет жизнь человека, или, скажем, вместе с феноменологами определяет жизненный мир индустриального общества. Чем отличается такая современная техника от ремесленного производства, от инструментальной техники античности средних веков и отчасти Ренессанса. Она отличается тем, что она больше не создает специфических средств для устанавливаемых человеком целей. Такая техника, разнузнанная техника, или высокие технологии, техника научно-технической революции, скажем, иначе, производит вторичные системы. Что такое вторичные системы? Это термин Ханса Фраера, который получает широкое распространение, в социологии после Второй мировой войны. Вторичные системы – это нечто, что надстраивается над первичными, естественными, органическими системами, характеризующими человеческую жизнь в традиционном обществе. Имеется в виду методы управления, сложные социальные институты, сконцентрированные потоки энергии, высокие напряжения и так далее и тому подобное. Все то, что создает возможности сами по себе, чистые возможности, которые уже не предполагают какой-то жесткой привязки к определенным прагматическим целям и задачам, но трансцендируют естественные способности человека. Вот в чем проблема и угроза современной техники с точки зрения критики культуры, с точки зрения критики техники. Происходит переворачивание естественного для традиционного общества соотношения цель-средств. Происходит разрушение так называемого практического силогизма, где если у нас имеется некая цель и имеется некое средство, подходящее для этой цели, то мы должны использовать средства для достижения цели. Первым как раз обратил внимание на вот это переворачивание отношения между целью и средством Макс Шеллер. В 1899 году, то есть где-то 20 небольшим лет спустя после публикации работы Эрн Таппа, Шеллер начинает работать над первым своим крупным произведением, которое называется «Труд и этика», «Арбайд и этик». Эта работа ляжет в основу его главного философского труда формализм в этике. И в этой работе мы встречаем довольно пространный пассаж, где Шеллер акцентирует особую власть или силу, махт по-немецки, материальной техники, которая изменяет мир. Я процитирую это определение. «Вельт verändernde macht der materiellen technik», меняющая мир, власть, силы материальной техники. Шеллер уже здесь критически отмечает, что техника придает мощнейший импульс для развития средств, инструментов, которые начинают сами по себе диктовать те цели, для которых их нужно применять. То есть они получают как бы более раннее первичное значение по отношению к естественным целям человека, продиктованным естественными физиологическими, экзистенциальными и прочими потребностями. И вот эта сила средств, которые заставляют нас по-новому определять цели и преследовать эти цели, является для Шеллера определенным маркером всей эпохи нового времени. Тем самым мы можем сказать, что Шеллер делает технику или рассматривает технику в качестве значительнейшего фактора культурного развития. Причем еще одно очень серьезное и важное новшество, связанное с рефлексией Шеллера о технике, заключается в том, что для него техника есть один из тех фундаментальных феноменов человеческой жизни, который должен рассматриваться в паре с другими областями человеческой деятельности, такими как искусство, нравственность и религия. Я сейчас перечисляю четыре таких ключевых сферы, которым Шеллер уделял очень большое внимание, но сюда можно, естественно, также добавить и экономику, и политическую сферу, что он, собственно говоря, и делает уже в более ранних своих работах, например, в формах знаний и обществе, частью которой является предложенная вашему вниманию работа проблемы социологии знаний. В общем, Шеллер здесь вообще, как бы сказать, уникальный философ, чье значение до сих пор, на мой взгляд, недооценено и не оценено в полной мере, потому что Шеллер открывает, как мы с вами знаем в результате исследований последних десятилетий американских, европейских, российских исследователей, Шеллер открывает совершенно особый путь феноменологии, не похожий на путь Гуссерля, хотя долгое время считалось, что Шеллер двигается в фарватере открытым логическими исследованиями один. Мартин Фрингс, крупнейший исследователь Шеллера, американский исследователь, издатель его собрания сочинений, убедительно показывает с 90-х годов, что это совершенно не так, что Шеллер совершенно самостоятельная фигура. То же самое можно сказать и о философии культуры Шеллера, где он предвосхищает очень многие положения и Шпенглера, и Ясперса. То же самое можно сказать и о социологии знания, где он на поколение, а то и два, опережает многих социологов, достаточно сказать просто о том, что работа Бергера-Лукмана во многом написана под скрытым влиянием Шеллера. И всякий раз, когда мы обращаемся назад от современных исследователей, что называется, к истокам, то мы с удивлением обнаруживаем, что на самом деле Шеллер намного глубже, интереснее и многограннее, чем те же немецкие социологи второго поколения франкфуртской школы, или даже в некоторых отношениях столь трепетно и нежно любимой мною, и не только мною, Мартин Хайдегер. Ну вот такой небольшой пример. Шеллер намного раньше, чем Хайдегер, ну, по крайней мере, лет на 15-20 уж точно сформулировал тезис о техническом характере научной теории. Мы привыкли излагать эту мысль вместе с вопросом о технике Хайдегера. Это известный бременский доклад Хайдегера, послевоенный доклад, который он потом переработал в самостоятельное эссе, и в котором он как раз пишет, что научная философия нового времени или математическое естествознание не предшествует появлению техники ни хронологически, ни онтологически, но сама находится в зависимости от технических установок новоевропейского сознания, которые Хайдегер, как известно, эксплицирует вместе с Декартом. У него получается так, что Декарт раньше Галилея, раньше Бэкона, раньше Ньютона продумал вот эту стратегию господства субъекта над природой, манипулирования природой, и поэтому уже вот этот технический посыл как бы заложен, простите, в программе развития новоевропейского математического естествознания. Замечательная мысль, я сам впервые осознал, насколько это верно и глубоко благодаря Хайдегеру, потому что в 90-е годы я Шеллера еще не читал, ну, известна была только его работа «Положение человека в космосе», об этом я еще немножко скажу, другие работы Шеллера только-только начали выходить по-русски, но если смотреть, опять же, ретроспективно, исходя от самого Шеллера, то в этой интерпретации Хайдегера можно найти всего лишь некоторую абсолютизацию, шеллеровского тезиса. Да, у Шеллера есть совершенно эксплицитно выраженная вот эта самая мысль, я надеюсь, что мы сегодня ее встретим, что нам сегодня попадется в этом тексте, который мы с вами будем разбирать, но все-таки сам Шеллер отмечает, что техне как ключевой элемент не только новой европейской культуры, но всей западноевропейской культуры является, занимает все-таки подчиненный характер в отношении теоретического познания мира. Вот, если вы помните, мы с вами посвятим отдельный семинар Хайдегеру, может быть, вы видели, я как раз предлагаю посмотреть на трактовку отношения техно и фьюсис. У Хайдегера в разных работах 20-30-х годов, но это еще впереди, вот Хайдегер как раз берет техно в качестве своего рода модели греческой антологии, аристотелевской антологии, его известная связка между техно и поясис как выведением из потаенного в непотаенное работы только потому, что он прочел у Аристотеля во второй книге «Метафизики» рассуждение о техно как форме знания о природе, как форме знания, которое подражает природе с ее производством, с ее рождением вещей и пытается имитировать это производство. По Хайдегеру, простите, получается, и сейчас я уже цитирую Шеллера, что греческая антология, но это звучит достаточно грубо и, скажем так, нелицеприятно в отношении Хайдегера, это шуста-онтология, то есть антология сапожников. Но для Шеллера это совершенно не так. Он гораздо лучше Хайдегера, в общем-то, разбирается в различных культурных формах и воспроизводит или обращает наше внимание, в общем-то, на достаточно банальную вещь, что античность, античный мир в целом презирал ремесленную работу. Для Аристотеля технические науки находятся на третьей ступени иерархии после теоретических и практических наук. Кстати, обращаю ваше внимание, что, насколько мне известно, не знаю, может быть, кто-то из слушающих меня лучше знает работы Хайдегера об Аристотеле. Хайдегер нигде не фокусируется на этом ключевом для Аристотеля моменте выделение трех типов философии, то, что он делает в метафизике. Теоретическая философия, философия теоретике, философия практике и философия технике. Хайдегер начинает изучать Аристотеля, и мы знаем, Натург, Берихт, с шестой книги Никомаховой этики, это учение о фронесисе, это практическая философия по Аристотелю, очень важная, очень интересная, но нигде он не акцентирует этот момент, что, в общем-то, и практика, и тем более техника для греков в онтологическом отношении имеют подчиненное значение, и, несмотря на все, как бы сказать, известные достижения античной инженерной мысли, никогда труд, человеческий труд, в том числе технический труд, не смог эмансипироваться от религиозных воззрений и от выйти как бы из-под опеки до чистой теории. Вот здесь мы приблизились уже к самому, можно сказать, ядру шеллеровской философии, которая, ну, может быть, такой вот образ ядра, не очень хороший, да, но к центру шеллеровской философии, которая состоит всегда из трех уровней, да, которая нацелена на то, для того, чтобы вычленять в любом явлении три уровня для некоторого полноценного описания. Ну, первое – это деятельностное здание, да, то, что лежит как раз в основе оперирования человека в мире, что определяет телесную включенность человека в мир, деятельностное знание, сюда относится техника. Второй уровень – это теоретическое знание, и сюда относится как, значит, позитивная наука, так и отчасти философия, но высшение, по шире, всегда это так называемое спасительное знание, которое относится прежде всего к религии, теологии и к философии высшим и ее проявлений. Напомню, опять-таки, что Аристотель рассматривает высшую философию как теологию, как учение о божественных началах и причинах космоса. И вот в этой тройственной структуре знания, которую мы по Шеллеру вычленяем везде и находим везде, он, конечно, во многом гораздо ближе к Аристотелю, к аристотелевскому видению человека, чем Хайдеггер. Несколько слов о... Да, ну, это давайте еще вот, чтобы эту мысль не потерять, раз уж мы говорим о некоторых фундаментальных установках Шеллера, да, то здесь нужно еще вот что добавить, что помимо вот этой трехчастности, которую он выделяет в любом знании, еще раз повторю, это знание деятельностное, Leistungswissen по-немецки, знание теоретическое, Bildungswissen и знание спасительное, Erlösungswissen. Шеллер еще в своей философской антропологии всегда исходит из принципиального дуализма, антагонизма между инстинктом, по-немецки Drang или Trip и духом, Geist, ну, иначе, можно сказать, интеллект. И когда он будет говорить о технике, то он всегда будет, опять-таки, очень четко смотреть, каким образом в возникновении вот технической цивилизации, новоевропейской фаустовской культуры, он использует шпенглевское понятие без каких бы то ни было зазрений совести, это абсолютно нормально. Каким образом здесь вот эти два элемента духа и инстинкта взаимодействуют, как меняется баланс между ними, да, потому что в античном и средневековом космосе совершенно очевидно баланс распределялся таким образом, что инстинкт, дранг находился в подчинении у духа. вот в новое европейское время происходит вот это вот как бы смещение в сторону инстинктивно эмоционального начала при некотором редуцировании духовного измерения. Вот в тексте, который мы с вами будем читать, опять-таки это очень хорошо можно проследить. Ну вот последнее из таких вот прелиминаторных что ли соображений это мысли о Шеллере как феноменологе. Шеллер как феноменолог. Ну я не знаю успели ли вы взглянуть и дошла ли до вас вообще книга Александра Николаевича Малинкина о Шеллере и Гусерле которую я просил Марию отправить вместе со своими заданиями к семинару. Но в списке литературы она есть и вы еще этот список литературы будете изучать я надеюсь. Ну вот сейчас мне хотелось бы при характеристике Шеллера как феноменолога все-таки курс называется феноменология и герменевтика техники обратить внимание на ряд ну скажем так серьезных отличий которые здесь имеют место когда мы говорим о феноменологии в таком что ли школьном измерении школьном понимании этого слова Шеллер ну можно назвать Крайдригера неортодоксальным феноменологом как это делают некоторые ну скажем Виктор Игоревич Молчанов вообще недолюбливающий Хайдегера но Шеллера неортодоксальным феноменологом называть нельзя потому что как я уже говорил ранее его проект феноменологии и проект феноменологии Гуссерля возникают одновременно Шеллер как мы знаем больше тяготеть так называемой Мюнхенской школе феноменологии так его туда относит и Шпигельберг известный автор монографии по истории феноменологического движения и есть такое вот расхожее мнение будто будто вот ранний Шеллер ну условно говоря до Первой мировой войны еще занимался феноменологией пусть не совсем гуссерлевского типа а вот после войны он уже сосредоточился на социологии знания с которой и вошел в историю философии прежде всего ну есть еще как бы такой взгляд на Шеллера как философского антрополога и те кто говорят что нет 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 Шеллера это не социолог а философский антрополог они обычно козыряют его поздней работой положения человека в космосе это буквально ну скажем так предсмертный да текст Шеллера он умер умер скоропостижно получив должность профессора во франкфурте во франкфурте и в общем-то толком даже не вступив в эту должность ну вот как нам вообще быть с этим согласованием различных рубрик примитных Шеллера ну вот Шеллер на мой взгляд действительно такой масштабный философ очень глобально в хорошем смысле слова мыслящий как не знаю Владимир Сергеевич Соловьев может быть в русской философии который вообще трудно куда-либо вписать и как-то рубрицировать поэтому вот этот спор является ли Шеллер феноменологом социологом или философским антропологом он в общем-то как я сейчас вижу достаточно бесплодный потому что бессмысленный он скорее вот демонстрирует то что у исследователей есть некое поверхностное представление будто феноменология социология или социология знания и философская антропология это какие-то вот отдельные самостоятельные философские дисциплины и вот наша задача рубрицировать авторов по этим дисциплинам вот вписывается Хайбегер философскую антропологию или не вписывается вписывается Шеллер феноменологию или не вписывается но это время пустое время препровождения потому что вот даже если мы возьмем положение человека в космосе ну это тот текст Шеллера который читали практически все или прочтут все студенты до окончания своего курса бакалавриата положение человека в космосе на 1926 год Шеллер излагает там свое метафизическое видение человека но для него в центре внимания философии всегда находится человек и феноменология социология это всего лишь некоторые способы некоторые аспекты некоторые ну скажем техники зрения для того чтобы увидеть человека как метафизическое прежде всего существо в ткани культуры и если уж говорить о феноменологии то сам Шеллер отмечает что для него важно прежде всего показать вещи как нечто непосредственное созерцание если наша задача как философа заключается в том чтобы выявить реализованные в мире сущности то есть некоторые объективации культуры проанализировать наличное бытие говоря языком Шеллера и дозайн наличное бытие то феноменология нужна как способ показать нечто непосредственно созерцаемое для этого необходима и феноменологическая редукция и прочие скажем так вспомогательные приемы и инструменты иными словами первая и главная отличительная черта Шеллеровской концепции феноменологии это прежде всего видение феноменологии как ориентация или установки философской мысли открытой и доступной для всех вот это очень важно то есть у него в отличие от Гуссерля и тем более Хайдегера нету такой что ли претензии на эксклюзивность и элитарность я еще раз цитирую феноменология это не столько отграниченная наука сколько новая философская установка новая техно созерцающего знания нежели определенный метод мышления конец цитаты очевидно что такое видение феноменологии как именно своего рода оптики но это не Шеллеровское выражение мое выражение он говорит о техно созерцающего сознания вот это видение феноменологии оно естественно имеет определенные духовно-нравственные и социологические импликации и коль скоро это так культивировать ее форме философской школы нельзя феноменология как установка как видение теснейшим образом связано с личностью с ее духовным развитием и она не может быть эксплицированно в виде каких-то объективных методологических требований вот идея основания новой науки феноменологии феноменологии Шеллеру всегда казалось очень ну претенциозной и как мы в общем-то видим задним числом невыполнимой здесь Шеллер был абсолютно прав то что Гуссерль пытался сделать из феноменологии как-то своего рода такую эгологию оказалось по сути дела тоже исключительно исключительно проектом одного человека и хотя от Гуссерля очень много авторов отпочковалось но такого как бы ортодоксального гуссурлянства мы все равно не обнаруживаем в этом смысле безусловно Шеллер прав хотя Гуссерль конечно не мог смириться и принять вот такую точку зрения поскольку видел в своей феноменологии нечто самоценное самоцельное вот для Шеллера же феноменология это чисто техническая дисциплина которая обладает инструментальной ценностью вот а конечный результат это собственно философское познание обладающее самоценностью ну вот здесь мы переходим к тому собственно каким результатом нас может привести вот это предлагаемое Шеллером феноменологическое видение форм знания в истории европейской не только европейской культуры одним словом вот сейчас мы с вами будем постепенно переключаться на собственно философию техники в рамках социологии знания которая руководствуется феноменологическими установками видеть то есть видеть то что проявляется непосредственно в культурной деятельности человека какие формы сознания установки и так далее Шеллер в общем можем сказать создав вполне законченную оригинальную даже философию техники именно в смысле машины новоевропейской техники она обосновывается у него метафизически как я уже говорил или философско-антропологически что примерно то же самое и излагается в книге формы знания и общества это тоже поздний труд Шеллера над которым он работал в промежутке между 1924 и 1926 годами и включает в себя две работы ну по сути формы знания и общества это сборник где мы находим в том числе трактаты во-первых проблемы социологии знания проблемы для социологии и познания и труд erkenntnis und arbeit исследование о ценности и границах прагматического мотива в познании мира к сожалению поскольку мы ограничены во времени вторую работу познания и труд придется обойти стороной но опять-таки теперь вы знаете где можно найти источники по философии техники Шеллера в общем мало я сразу хочу сказать на русском языке их нет вообще на европейских языках очень мало исследований посвященных именно этой области философских изысканий Шеллера мне известна только одна монография Вольфганга Крамера немецкого историка философии которая называется личность и техника Person und Technik и посвящена философии Макса Шеллера она вышла в начале 90-х годов в Германии других таких крупных исследований я не знаю по-русски как я уже сказал специальных работ посвященных философии техники нет в проблемах социологии знания мы берем вторую часть социологии знания но если у вас книжка есть вдруг перед глазами да она вышла по-русски в 2011 году то можете открыть оглавление и увидеть что во второй части проблем есть раздел Б который называется материальные проблемы и в этом разделе Б второй части как раз параграф посвященный социологии позитивной науки он называется к социологии позитивной науки наука и техника хозяйства вот что касается познания и труда кентнис и арбайт то там шеллер уделяет большое внимание критическому анализу философии прагматизма да это пожалуй одно из самых популярных таких новационных течений его времени и поэтому он считает необходимым ну выделить какие-то важные открытия которым пришли прагматисты и в чем-то с ними не согласиться ну вообще книга формы знаний общества которую фрагмент который я вам предлагаю читать это основной вклад шеллера в социологию и там техника как я уже сказал получает философско антропологическое обоснование через включение в шеллеровскую концепцию трех родов знания да еще раз я об этом говорю чтобы как-то вот отложилось это в памяти важно нам с вами этой оптикой вооружиться чтобы правильно читать и разбирать текст да еще раз повторяю ядро как бы метафизическое ядро человеческого существования в мире составляет религия или спасительное знание которое служит спасению сохранению личности персон по-немецки в некой высшей силе или мировой основе которая называется богом второй уровень или род знания это философия или теория которая дает сущностное знание вот это Bildungswissen оно служит цели образования формирования личности и наконец деятельностное знание которое отражено в позитивной науке и инструментальной технике служащих господству человека над природой причем как внешнему господству так и что особенно важно внутреннему господству над природой но при этом как бы сказать задача Шеллера как философа восстановить правильное соотношение между этими родами знаний любой философ хороший философ так или иначе заинтересован в восстановлении чего-то изначального Шеллер видит это так но чтобы восстановить нечто в правильном порядке необходимо увидеть сбой или искажение который происходит в какой-то момент необходимо установить причины этого сбоя и ликвидировать его и Шеллер как раз видит этот сбой на уровне позитивного знания поскольку позитивная наука фаустовской цивилизации подменяет целостный взгляд на мир который был мотивирован любовью к Богу к другой личности подменяет чем формально механической или механицистской картины мира зачем подменяет чтобы с ее помощью превратить позитивное знание технологии и техники реального преобразования мира а чем будет мотивироваться вот такое ну если угодно стремление к господству воля к власти Шеллер называет это махттриб оно мотивируется уже не любовью а равнодушием и даже скрытой ненавистью к миру а что в целевой установке такого вот господствующего отношения к природе и душам других людей никакой другой установки кроме пользы и удовольствия мы там не находим здесь я немного упрощаю поскольку философия техники Шеллера учитывает и сугубо практические магические истоки технологий техники но здесь можно легко взять это в скупки чтобы выделить действительно самое субстанциальное в шеллеровской концепции техники она показывает что речь не идет только о каком-то скачкообразном развитии науки и технологий речь не идет только о прогрессе речь идет о том что за вот этими вот за этим доминированием позитивного знания и принижением знания спасительного стоит не что иное как своего рода самовнушение когда один человек задумывает убить другого человека или уничтожить массу людей то он начинает с работы в отношении своей эмоциональной сферы он уверяет себя и конечно же ближайший круг а потом и окружающий его мир что другой человек или другие люди это вовсе даже не человек а недочеловек гнусная скотина вообще хуже собаки и самое большее что мы можем в отношении этого недосущества сделать предать его смерть так и позитивная наука друзья мои ее формальной механической картины мира это особая такая теоретическая редукционистская подготовка человеческого сознания для уничтожения природы с помощью инструментов техники пафос шилера в его критике сцентризма здесь он кстати говоря идет одной дорогой с гусарлем хайдегером многими другими да вот этот пафос совершенно особый можно сказать и александр малинкин это очень хорошо показывает он один из лучших знатоков и исследователей шилера у нас в россии показывает что люди должны осознать опасность вот такого незнающего границ позитивно научного отношения к миру который сущностно и эмоционально мотивирован враждебностью ненавистью к этому миру потому шилер отдает естественным образом приоритет философскому религиозному познанию ну чтобы углубиться в этот вопрос надо читать другую программную работу более раннего времени о сущности философии и моральном условии философского познания послушайте какое замечательное название о сущности философии и моральном условии философского познания она вышла тоже в не случайный год это 1917 год когда подходит к концу Первая мировая война и по-русски она вышла вот буквально совсем недавно в конце 2020 года в издательстве Центр гуманитарных инициатив мировой